Не я Добрый вечер. Вы смотрите «Простые вопросы». Невероятный по энергетике концерт прошел в Благовещенске 13 мая. Поцелуй на бис подарила Кристина Арбакайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Теперь вы уже заслуженная артистка России. В апреле, по-моему, был подписан указ президента. И как вы чувствуете себя в новом звании? Ну, вы знаете, не я первая. Среди моих коллег узнаем об этом в интернете. В интернете? В интернете, да. Сначала подумала, что это какая-то очередная утка, розыгрыш и так далее. Поэтому совершенно практически не прореагировала. Через какое-то время действительно мне прислали уже письмо, нашли поклонники. Но, так скажем, телеграмма непосредственно, так скажем, еще не пришла. То есть в руках у меня еще этого документа нет. Поэтому еще, так скажем, обмывать нечего. А вот интересно, это что-то дает, ну, кроме эмоционального, да, какого-то ответа? Нет. Честно говоря, нет. В деньгах ничего? Нет. Нет, ну, какие деньги? Раньше были, например, я еще, когда начинала артисткой балета работать, были ставки государственные, да, когда выступаешь на сцене, на концерте. В зависимости от, так скажем, количества там мест в зале, там, тысячник или стадион, немножко, естественно, менялись. Ставки немножко больше были, если это стадион. Мама у меня получала 47 рублей 30 копеек, что-то такое. Вот. За стадион там чуть-чуть, что-то такое побольше было. И поэтому, когда перешло все, так скажем, в гонорары, естественно, стало немножко полегче жить артистам. Раньше, конечно, были ставки. И звания, которые давались, они, конечно, эти ставки, может быть, немножечко повышали. И там жилплощадь, опять-таки, могла немножко расшириться, метр или два. Ну, и место на кладбище. Вы сильная, красивая, яркая. У вас трое детей. Вот интересно, что бы вы сделали, если бы вам предложили депутата, не знаю, предлагали или нет, для семьи? Я даже в ту сторону не смотрю и даже не думаю. И я так понимаю, что люди, которые могут предложить, они понимают, что так это не мое. Что мне всего так достаточно, что, честно говоря, пока я даже не думаю. Вы исполнили очень много интересных, нужных песен. Я бы сказала даже, что концерт вышел такой богатый. И вы исполняли песни своей мамы, Лыборисовны. Вот интересно, как случилось? Это она предложила или вы захотели вот этот проект? Я очень долго сопротивлялась, потому что понимаю, что все уже, все, кому не лень, спели. Особенно наш дорогой Филипп Киркоров, он перепел практически весь репертуар. Ну, я не, естественно, не со знаком минуса, со знаком плюс, потому что он молодец, он поддерживает, да, вот этот интерес, он эти песни оставляет жить, да, какие-то, может быть, забыты или делает их по-своему. На самом деле, когда-то началось все лет, так скажем, 15 назад, может, побольше, был такой сюрприз для Аллы Борисовны. Еще никто не... Это был первый раз в Олимпийском. Был даже у мамы не юбилей, а просто концерт в честь дня рождения. В Олимпийском все пели ее песни. Одна песня у меня была в репертуаре мамина много лет, и уже все перепели, и очень много, и на самом деле, таким толчком, что ли, послужило Достояние Республики. Проект. Да, проект. Потому что что-то, что-то все поют, все поют, и стали думать, что же мне спеть, что же мне спеть. И не хотелось петь то, что уже перепето, и мы решили найти то, что действительно немножко забыто, немножко недораскручено, да, как многие песни. Понятно, что споешь без меня тебе любимый мой или айсберг, это уже все сразу подхватит. Мне хотелось быть, ну, не то что оригинальной, а что-то по-своему сделать, что-то более, да, танцы. Поэтому сначала возникла песня «Найти меня», вот, и потом уже «Белая панама», вот так вот несколько песен как-то вошли в мой репертуар, и очень-очень так прижилились. И остались. Да, и остались. Вас всегда сравнят, конечно, с вашей мамой, и вопросы все эти задают очень часто, но вы сами внутри вот себя сравниваете ее с собой? Ну, ген или никуда не спрячешь, я похожа как на папу, так и на маму, у меня все черты, и, конечно же, поскольку я женщина, да, то с возрастом, конечно же, материнские черты, они, наверное, проявляются больше. Опыт, все это откладывают какие-то, опять-таки, какие-то разговоры, делимся с ней какими-то своими соображениями жизненными. Ну, я не контролирую там свою какую-то похожесть, но порой, конечно, там, если мы вдвоем находимся в доме, там, заходишь на кухню, чем скажешь, ой, я думала, мама, да, то есть вот мы… А в творчестве? В творчестве мы, конечно, поспариваем, можем поспорить друг с другом, потому что мама, конечно же, как человек, ищущий творческий, хочет мне что-то всегда предложить, что-то новое, вот, соответственно, я тоже ищу с ней что-то, советуюсь, иногда не советуюсь. Все-таки последний, вот, хочется женский вопрос задать. Я видела, что «За окном сентября» вы пели, когда вот эту песню, у вас на глазах заблестели слезы. Песня о женской судьбе. Вот какое оно женское счастье от Кристины Рубакой? Женское счастье – это, наверное, всегда поиск понимания и близких людей, любимых, родных, детей. Потому что женщине, в первую очередь, конечно, хочется быть услышанной, понятой, любимой. Вот. При этом оставаться, наверное, оставаться самостоятельной, да, хочется быть сильной самостоятельной, но при этом, когда надо, быть слабой. То есть, вот, женская логика, она в этом заключается, что ее сила в ее слабости. Потому что женщина, она, в принципе, сильный человек, и всегда, и это не нужно выпячивать, что мы сильные, мы можем это, мы, да, мы можем это, но мужчинам хочется верить, что они сильнее. Вот. А женщины и актрисы все рождаются, поэтому можно, так скажем, сделать такой жест в сторону мужчин. Ну что ж, женское счастье, наверное, все-таки в детях и в любви. Ну вот, больше нечего добавить в этот рецепт счастья от Кристины Рубакой. Спасибо, что уделили нам время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok